Мат является неотъемлемой частью русского человека. Если не внешне, то внутри он всегда звучит. В людях он это слышно. Я не знаю человека, который бы, наверное, ни разу в жизни не сказал матерного слова. Может быть, до года двух-трех лет, четырех такие есть. Но, тем не менее, то, что человек слышит, ребенок это воспроизводит. Я даже помню, как я первый раз выругнулся в пять-шесть лет. Не понимаю даже значения этого слова, но, тем не менее, оно крепко село в моем сознании. Что сказать? Нерусские слова пришли к нам из монголо-татарского, татарского, наверное, какого-то наречия. Но, тем не менее, его понимают все. Вот этот язык нас скрепляет. Есть слова, которые непонятны никому, а есть, которые понятны всем. Это вот эти наши слова. Блин. Есть просто люди, которые умеют разговаривать красиво на этом языке, а есть, которых получается бестолково и бессмысленно. А на самом деле этот смысл можно в трех-четырех словах сказать такое, что... Ну, опять же, там, это слово... Три разных смысла. Хуй, охуенно, охуенно и хуево. Вот, абсолютно разные смыслы. Какой великий русский язык, правда. На нем еще даже великие наши поэты писали, разговаривали. Ехал Николай с царевичем Алексеем, и Жуковский был носителем в карете, и мальчик увидел надпись, соответственно, из трех букв в первых. И он спрашивает, пап, что это такое? Жуковский понял, что как-то надо выходить из ситуации. Ну, понимаешь, Лешенька, тут такая история. Есть глагол такой «суй», «совать», поведительное наклонение «суй». Так вот, ну, украинский. Так вот, это на украинском языке будет именно вот это слово, которое ты говоришь. Николай так смекнул. Потом они едут, он вытаскивает золотую шкатулку в знак уважения и восхищения. И с Жуковским этой ситуацией. И тот говорит, что это? Он говорит, что это шкатулка, и что? А ты ее в карманах.